Привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Денис Тихонов на канале ДТВ. Что посмотреть с кинотеатра в ближайшее время? И первый фильм, который стоит посмотреть, это «Голодные игры. Сокер-пересмешница. Часть 2». Гражданская война в постапокалиптическом мире Панема в разгаре. Истощенные войной районы из последних сил противостоят властям Капитолия. Довожданная победа близка, и поэтому расслабляться сейчас нельзя. Китнис Эвердин вместе с Питом, как и раньше, должна будет вести людей за собой. Заключительная часть трилогии «Голодные игры. Сокер-пересмешница. Часть 2» снята режиссером Фрэнсисом Лоуренсом, за исключением первой части, вышедшей весной 2012 года. Все истории о «Голодных играх» сняты именно этим режиссером. В основу сюжета фильмов легла одноименная трилогия американской писательницы Сьюзен Коллинг. Сразу же после публикации ее книги становились мировыми бестселлерами и лидерами продаж. Показателями невероятного успеха экранизации стали кассовые сборы. Вместе три первые картины собрали в прокате свыше 2 миллиардов долларов. Бюджет заключительного фильма составил 125 миллионов долларов. Следующий фильм «Агент 007. Спектр». Действие картины разворачивается в тот момент, когда М, он же Гаррет Мэлори, вынужден отвлечься от работы МИ-6 и погрузиться в политические баталии, отстаивая интересы родной организации. Как раз в это время Джеймс Бонд получает зашифрованное послание, которое выводит его на следствие крестной террористической организации «Спектр». Бонду придется самостоятельно предпринимать все возможное, чтобы рассекретить все планы преступников и попытаться их обезвредить. Очередной фильм «Бондианы 007. Спектр» станет 24-м фильмом о легендарном спецогенде из романа Диана Шлеминга. Для исполнителя главной роли Дэниэла Крейга эта работа – четвертая воплощение Бонда на экране. Режиссер также не новичок. Сэм Мендес снимал предыдущие фильмы серии. К съемкам приступили в декабре 2014-го. Известно, что исполнитель главной роли уже подписал контракт на работу в следующем «Зиме Бондианы» – «Джеймс Бонд 25-й». Предполагается, что он выйдет в 2017-м году. Следующий фильм – «Стив Джобс». В центре сюжета гениальный изобретатель Стив Джобс. Каждая презентация очередной новинки от компании «Эппл» означала прорыв в сфере компьютерной технологии. Миллионы людей по всему миру замирали от восхищения. До потребителей доходил результат работы. Но что предшествовало этим изобретениям? Труд скольких людей помимо Джобса был годами направлен на результат. Биографический фильм Стив Джобс показывает знаковые события в жизни гениального изобретателя и создателя компании «Эппл». Изначально предполагалось, что роль Джобса достанется Леонардо Ди Каприо, однако он выбыл из проекта. На этапе подготовки к съемкам сценарист Айрон Соркин и исполнитель роли Стива Лозняка Сет Роган встречались с прототипом героя для консультации. По словам самого Возняка, видевшего трейлер, фильм в полной мере передает специфическую джобсовскую атмосферу, старившую в коллективе. По словам сценариста, основной задачей фильма было показать взаимоотношения Джобса и ближайших его коллег. Всем приятного просмотра, ставим лайки и подписываемся на мой канал.